вот засранцы от мамы убежали опять смотрите-ка она переживает зовет их а один с ней остался вот через эту дырку где-то дырка еще есть вот она прекрасная пластиковая сетка какой я молодец что я сюда и поставил так надо их обратно загнать пока их не сажал код 5 мая мамаша опять вывела птенцов на улицу такая прелесть один не может не может понять где здесь ему пройти обойти надо дурачок кстати бройлеры потупее чем лигорны вчера вот лигорн сам заходил в курятник бройлер никак не мог два бройлера не могли никак сообразить как это сделать внимание привлекает к своей персоне так что вот они гуляют уже тут вовсю на улице на улице кто-то он прячется греется на смотрите какой глупый мама мама нападает сразу сразу мама нападает ой какая-то мамаша прям заботливая все все поняли все боятся все ухожу так вот детей защищать надо можно поучиться у курочек петь ну пожалуйста слушай сейчас тебя банка кинует отойди говорю ой отойди говорю слон саша с ним делать вон они малышки вон там ходят бродит мама позвала до так правильно правильно моя девочка правильно дай-ка им просраться так вот они видите смотрите малыши и вроде бы как они типа все одинаковые но если присмотреться вот что она сюда приведет есть явно меньше да вот допустим пробежал беленький вот он вот он маленький бегает кривлями это скорее всего вот породные птицы лигорные у них больше крылышек когда крышках перьев у наших-то росов видите только начинают перо на крыле нет лен а тот же старший получается лигорный старше да на три дня на три да они у нас вербное воскресенье родились вывелись вот они там и вот сразу видно где тут дирижабли а где породная птичка или помесь кстати мы тоже не уверены да они это могут быть из-за другого яйца но в любом случае не сушка не бройлерный цыпленок их два и они значительно меньше а перышек у них на крыле больше и они такие шустры ки получается вот он маленький поднимому сейчас лезет смотря не сообразительный гораздо сообразительнее все-таки иностранцы тупые видите задор задор надо был прав царство небесное так вот они птички значит и ничего с ними не случилось никакие забы у них тут не не помешали им прекрасно себя чувствует зерна клюют я не понимаю мне кажется может быть они этот размол кукурузный да что ты им даешь я внизу вам покажу там немного у них пока готова есть да пока 5 марку но они у не едят то есть они за мамой мама щемится к кормушкам да и вот кушает вот это то что я мешанку даю здесь что по часть пророщенной пшеницы часть просто замоченной пшеница ячмень размол кукурузы и пшеницы значит овес комбикорм пк-1 для несушек так дрожжи кормовые немного растительного масла так что еще овес тут я вижу повес тоже есть да немного да вот эти мелкие мне а нет не все это все еще залито куриным бульоном а на бульон я вижу от газ голов и это очистка луковая головы здесь были и еще ноги были так вот головы эти птенцы просто за них убить готовы были эти бройлеры маленькие значит на мясо падки да но вообще в инструкции бройлера написано что вы нельзя кормить мясом ну и ну мы же и нарушаем все инструкции в данном эксперименте ну да в общем им нельзя и находиться при 10 градусах смотри как она крылья растопыривать широко 10 все-таки много-то знаю ой 8 мне кажется и штук смотри больше она идет и видишь клюет ее саша почему она ее клюет там пера у нее и так мало ты видишь ей не нравится что ты ее клюешь то девонька иди-ка сюда я тебя посмотрю как следует я вот и думаю я поэтому хочу посмотреть ее вот это натюрморт вот так всегда сначала мы их народим а потом они нам на шею сядут вот вот именно так все происходит жизни удобно на маме то сидеть наверное два других в очередь интересно стоят на посадку ну вообще мамочки то у него там такой дирижабры что всемиром поместиться можно смотри он еще ее поклевывает ой ну это вообще так вы научились заходить домой или вас опять нужно отдельное приглашение на лифте поднимать вот кстати мелочь пузатая очень подходит вот этим вот птюхом у нас по ходу минус один смотрите его как расклевали но все это зуб вылез саш его всего съели кученко кто это сделал ты куда смотрела но все сашка руби минус один однозначно вот тебе и не обижают вот тебе и мамочка как такое могло случиться как же ты своего цыпленка ты не защитила а как так случилось зря мы тебя хвалили миленькие мои как же вы меня расстроили а я думала все будет гладко у нас с вами шоколадно нет да нельзя вам в общей куче гулять кто так расклевал цыпленка кто гонял петя цыпленка кто обижал малыша а ты тут на что ходишь давай малышенька давай мой сладкий давай заворачивай заворачивай давай давай вот умница умница молодец молодчинка моя давай давай не спрыгивай вот-вот кола интересующиеся кошелки вот эти вот мешают мне кажется процессу зашли давайте домой это вообще штобра исходит вообще заходите домой давай 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 так кучу мало быстро рассосались голуби давайте быстро 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 домой стоят кто-то в кинотеатре смотрит давай пока не пнешь не полетит птица гордая идите сюда идите маленький мой идите идите все путь открыть давайте я сказала уйти отсюда домой это не ясно так идите 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 домой вот умница давай нет ну что ты делаешь глупенький ну давай еще раз ну 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 ай красавчики сейчас нас с вами будет не очень приятно но так как мы хотим все знать журнал хочу все знать короче объявляется открытым и разрезала зуб цыпленка там зерно крупное зерно в общем теперь хотя бы понятно что они едят зерно спокойно видимо пролезает у них по пищеводу и ничего в общем страшного в том что у них отсутствует этот мелкий детский корм развлекательный контент пропадки дыши превратился в фильм ужасов извините конечно сейчас это уже не радужное утреннее зрелище ребят короче у нас еще одну птичку расклевали нашего маленького бролера и даже не знаю что делать короче убирать его или зашивать я еще кстати не видела сейчас пойдем с вами смотреть вместе саша закрыл выгул он они ему все шею спустили короче есть идея такая что их мы рано выпустили очень они еще маленькие не успевают они убежать я не знаю ему зашивать мазать или что вы видите да их и так уже осталось семеро короче мы закрыли выгул вот в избежание несчастных случаев сейчас и вот снимаем а вообще птица походу там яйца наверное у нас в выгуле несет надо что-то решать или закрывать их обратно у себя в загоне жопки толстые уже наверно даже все так они не будут вылезать но он же расстроены если вы видите не такой же радостный сейчас мы посмотрим на его рану потому что нет саш может перу только повредили пух выщипали посмотрю как следует может не успели у него зуб торчит ничего да ну все сами зуб торчит ну давай оставим что ты хочешь намазать нет намазать намажем посмотрим что будет просто прокурат проповеду по сути да я думаю что и так они тут скальпсе спустили получается вопросов всегда стоит да давай я предлагаю сейчас их в загон на какое-то время поместить чтобы куры наши успокоились ты считаешь что они поняли что их можно так клевать ну конечно они показывают кто хозяин курить ну давай его в загон сразу и мамку в загон тогда и они все за ней зайдут загон закрывать опять да маленькие то видишь они вылезают что если мать там будет они не уйдут загон у них будет возможность туда спрятаться а на улице у них нет возможности убежать от этих кур от больших ты пошел его мазать пойдем посмотрим наших цыплят пока мы были на концерте праздничном все цыплята вышли на улицу после из нашей загородки загородку нам надо будет менять потому что они все эти толстопопики вылезают из нее и все опять гуляли в общем вольере и опять их чуть не раскрывали ну вот здрасте опять как миленькие вы опять все тут правильно я понимаю он наш второй пострадавший который намазан но вроде он бодрячком ходит вчера он был более расстроены вот так мил мои дамы господа я вас вынуждена закрыть вот в этой части и притащить нормальную загородку потому что вы поросята мелкие такие не поддаетесь контролю а за вами надо глаз да глаз следить так что простите пока вы не оперитесь как следует и не научитесь быстро бегать сидеть вам в клетке милы мои надо было открыть начали ставите потом тут самое интересное что-то каждый раз об этом забываешь ладно там посмотри в том загоне остался цыпленок каком в твоем который-то пристегивали три было все все сейчас мамашку открывай давай загоним туда на их позовет и они сами за а кстати они наверно не запрыгнут да оцените конструкцию смотри да очень удобно и хорошо и оцените насколько мы ослы почему-то раньше до этого не додумались поставить нормальную загородку так все мое сладкое сидеть вам пока вы не станете большими и мохнатыми и сильными курицами и петухами короче мы нам комментарии поздно прислал человек мы с ним полностью согласны что дебилы мы выпустили кур но этих птенцов так рано их раскрывать свое оправдание скажу саша уйди сейчас курица туда перейдет уйди она сама перейдет и и цыплят переведет что-то первый у нас нашей практике вывод и мы никогда так таким образом цыплят с наседкой с несушкой никогда мы с цыплятами не общались всегда это инкубатор и брудер и что-то такое они когда вот так в естественном образе в таком для нас это открытие что называется но сань не могу не согласиться что мы ступили могли бы догадаться на самом деле что действительно маленькие цыплята боялись же мы что их расклюют вот их и раскрывали да абсолютно верный ну все пересаживаем вот им кормушечку повесили туда чуть пониже наверное надо вот сейчас я поилку пошла менять и все переселение можно сказать закончено сашенька ты пошел за цд хорошо давай сейчас намажем цыпленочку шею видите кушает вроде как вроде как ничего вот так они теперь у нас будут жить вот такой у них загончик место непредостаточно здесь есть уголок такой что называется интимный закрытый будет другие кур к ним никак не попадут все водичка у них чистая кормушечка повешена с детским с их кормом маркормом пока 5 1 вот и она моя сладкая будет спокойнее и куры вроде как с ними в общении короче почему мы так сразу не сделали не знаю вот такие вкусняшки сейчас будем мазать цыпленка вот такая у него травма на все и как по нашему мнению в общем очень серьезная была вот видите как будет пока он нормально себя чувствует мы попробуем его еще помазать домой давай поправляйся пожалуйста вот намазали думаю ну все сейчас я к мамочке тебя отошлю вот живут наши подкидыши сашник который пожалуйста дверьку будет видно хорошо вот они малыши значит семь штук как вы помните и было бы 8 если мы вовремя поставили вот такую загородку и посчитали что наш эксперимент заключается не в том чтобы потерять цыпку а в том чтобы всех сохранить вот поэтому одного мы потеряли еще один у нас раненый мы сейчас его покажем он стал галашейкой он стал галашейкой да вон он у мамочки под крылышком она сейчас тебе даст мало тебя индюки клевали ты не достанешь ну не бойся не бойся сейчас ты получишь вот он стал какой у нас галашей но но к моему на самом деле удивлению как то по моему все там подрастает зарастает да давайте его взвесим тоже давайте мы его сейчас взвесим двести шестьдесят пять ай к маме к маме к маме скорее 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 скажи жизнь научила а саш не надо он сейчас шейку поранит опять нам нужно будет еще раз его изловить потом саш намазать мы его мажем да прошло три дня с его расклева вот самый толстый я бы на твоем месте пасти и глаз конечно с тобой пришел разбираться петух триста девяносто ну пускай триста девяносто грамм кто у нас рост 308 болгария вечно я уже все ну давай такого среднего да средненького ну кстати есть действительно который прям крупничек ввать ввать прикливый какой ты а триста пятьдесят смотри ровно как в аптеке че еще ну хватит наверное на что вот мелкий есть это самый мелкий ну галашояя то тоже мелкая ну галашей как понятно как ты его за попу неаккуратно че 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 сейчас я уберу руку 218 все беги к маме господи какой-то очень с тобой идут разбираться все готовься она проверила смотри вы делали вообще это самая деловая колбаса и давай самый максимальный какой у нас 350 но мы потом посмотрим что вспомним все пошли туда взвешивать идем взвешивать бролеров в обычном их кругу содержания 38 болгария 16 дней из брудера братья и сестренки наших подкидышей нет уж ты возьми покрупнее помельче и средненького вот стоит вот крик вот это крупный уже на суд может ну вот какая разница 541 540 540 пускай будет хорошо 540 значит средненький но самые крепливые видны 593 16 дней до сезен относительно рядом стояли 388 грамм зайчик мой сладкий все забираю его бери самого маленького до веса давай ожилил ну лапу то поставь 300 грамм да короче они крупнее чем крупнее конечно крупнее до любого хватаю за давай подержу крышку так аккуратно пожалуйста по лобой сюда если смысл он не средний до средний я боюсь это так упугаешь а потом опять не досчитаемся 456 все аккуратно обратно возвращает не больше смысла взвешивать понятным общим смысл вы смотрите они примерно они внешне другие они примерно равные друг другу то есть но все равно есть вот видите вот попастая дергает чуть поменьше цепочка да они всегда есть правда разница есть крупные прям крупняки совсем а есть и малыши